Сейчас, вашему вниманию, следующая программа. Это передача «Наше время». Как всегда, передача начинает Александр Федорович Ефимов новостями и чтениями книги. Александр Федорович, приветствуем вас в нашей студии и внимательно слушаем. Взаимно приветствую всех, уважаемые радиослушатели. И я начинаю с последних новостей. Я не знаю, может, вы уже слышали об этом, что 15 апреля этого месяца среди толпы, которые встречала участников марафонского бега, был взрыв устроен. Это работа двух мусульман, братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Оба чеченцы они. Старший Тамерлан был убит, и, не желая, чтобы тень пала на мечеть, куда они ходили, Царнаевы, руководство мечети даже отказалось его хоронить. Другая мечеть согласилась хоронить, но без чтения молитвы. Это дословный перевод. Меня это поражает, с одной стороны. Настроили в некоторых местах по несколько мечетей. Там, где такое огромное население иммигрантов, мусульман. А, между прочим, я обратил внимание на имя Тамерлан, которое дали им родители ему 26 лет назад. Ему сейчас 26, он умер. Тамерлан, я посмотрел в энциклопедию, это вождь монгольского нашествия на Персию, Турцию, Россию и Индию. Может быть, вы что-то учили об этом в школе, может быть, читали, и они действительно двигались так, никто не мог сопротивляться достаточно этой массе людей. С ними ехали их жены, и скот гнали так, что по дороге они там и готовили. И потом, когда Тамерлан, вождь этого движения, умер, я не помню, кто его замещал, то остановились остатки этой мусульманской армии на берегу, на восточном берегу реки Дон. А на западной стороне российские части вот стояли, 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 и они уже мусульмане, собственно, там не только мусульмане были. Значит, когда Тамерлан шел со своими войсками, то те племена мусульмане, полумусульмане или даже совсем не похожие на мусульман, соглашались с ним, он их забирал вместе, так же там смешанное было. И вот они там стояли, стояли, но почувствовали, что недостаточно у них сил. Не помню, кто из русских императоров был, они стали уходить на восток, и так это все, ну, расстроилось у них. И когда родители вот этих двух убийц дали своему старшему сыну имя, а Тамерлан, Тамерлан жил от 1336 года до 1405, наверное, у них в уме что-то было, вот как тот Тамерлан был знаменитый вождь, тот и наш сын, что-то с нашим сыном будет подобное. Ну, вот, добились, добились своего. Мечеть, куда регулярно ходил один, а возможно и оба, потому что виляют хвостами свидетели, оба ли ходили туда или нет. Преступники бастонского преступления, это Амирлан и Джохар, это мечеть, куда они ходили, поддерживает связь с мусульманским, так называемым мусульманским братством. Это радикальная мечеть, говорит профессор бастонского колледжа. Оказывается, что российские официальные лица, по крайней мере, дважды разговаривали с FBI по поводу этих людей. В 2011 году только отдельно Тамерлана считали членом радикального общества радикального ислама. Семья Царраевых эмигрировала в Соединенные Штаты около 10 лет назад. На сегодняшний день, как видно из сообщения Fax News, родители вернулись жить в Дагестане, но поощряли своих сыновей вернуться в Соединенные Штаты и получить американское подданство. Их возвращение в июле месяце этого года окончилось смертью старшего Тамерлана в перестрелке с полицией и к скорому слушанию судебному процессу серьезно раненого младшего, который был ранен также в перестрелке с полицией после террористического акта. Во вторник на этой неделе в Канаде были арестованы тоже два человека по обвинению в террористическом акте. Их планы, они сотрудничали с Ал-Кайдой, Ал-Куэдой, я не знаю, как произнести это, мусульманская организация, произвести взрыв в пассажирском поезде, в то время как он будет проезжать через мост в районе Торонто. Два человека предстали пред судом Чигеб Эссегниайер, не знаю, как произнести, и другой Раиджасер. Один житель Торонто, другой житель Монтриаля. Неделю назад я уже сообщал о взрыве на фабрике изготовления химических удобрений в штате Техас, кто из вас помнит. Взрыв произошел в 8 часов вечера и был слышен на расстоянии 45 миль от этого взрыва, представляете? И зарегистрирован как землетрясение, потому что, ну, там этот аппарат в земле находится, как 2,1 баллов. Убитых пока нашли там, какие остатки были, 15 человек. Раненых больше, чем 160, хотя точное число убитых еще не установлено. Хорошо, однако, как я думал про себя, что взрыв произошел не раньше 8 часов вечера, так как вблизи находилась тоже школа среднего образования, в которой была сорвана крыша. В школе крышу сорвало и бросило в сторону. Ну, вот такие печальные, неприятные, даже страшные новости. Конечно, Обама виляет, простите, хвостом, потому что у него симпатии к мусульманам. И в этих допросах еще это не установлено до конца, но что случилось. В Китае новый вид гриппозного заболевания. Один из более смертельных, из 100 человек заболевших, 22 умерли. 53-летний бизнесмен с Тайвана, это остров Тайван, и там независимое китайское тоже правление, из Тайвана, из Китая, завез на Тайван эту болезнь, на остров Тайван, и он серьезно больной, для него, для таких людей, ожидают, что будет больше теперь. Даже выделили специальную клинику, куда будут складывать или пробовать лечить, кто заболел вот этой болезнью. У него есть номер H7N9, которая развивается сейчас в Китае все больше и больше. Севен Дэнд 9. Все равно по-русски. А что значит, привык уже по-английски, особенно буквы и цифры. Я виноват. Братья обнаружили, а, мои виноваты. Хорошо, я смотрю дальше, читаю. Тут масса, конечно, добавочной информации, я все не читаю. В субботу, 20 апреля, в Китае не только вот это заболевание, но огромное землетрясение в провинции Сиджуан, в 8 часов утра по местному времени, 6,6 баллов. Убитых больше 157 человек, которых нашли. Раненых больше, чем 5700 человек. Но в этом же районе землетрясения в 2008 году убитых было более, чем 70 тысяч человек. Так что представляете себе, что это такое. Ну, конечно, немножко иногда Калифорнию трясет, там, Южную Калифорнию. Слава Богу, не центральную, где мы живем, да? Кто знает, что будет здесь, тоже может быть. Но такого, слушайте, такую массу людей, чтобы убило. Ну, я, может быть, еще другое новое после прочитаю. Новейшее изобретение электронной техники в Америке. Известное слово лазер, лазер, лазер по-русски, да? Лазер, так же. Так говорят лазер. Не лазер, лазер. 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 Лазерное орудие посылает, ну, я выражаюсь так, как мог перевести, пучок электронов с огромной скоростью, направляя его в цель. Группа ученых продемонстрировала прототип лазерного орудия, который в одну секунду прожжет отверстие через 20 футов стали. 20 футов стали за несколько секунд это орудие прожигает. Ну, и это кульминационный результат 6-летнего труда. 6 лет назад стали трудиться. Я, когда об этом прочитал, то мои комментарии, будьте уверены, что рекламирование этого нового орудия подтолкнет Красный Китай и Россию начать исследование и труд с этим же самым орудием. Ну, вот еще одна интересная новость. Ага, вот она. Новости из журнала The Week.com за 26 марта. Хотите знать, сколько стоят нам наши президенты, вышедшие в отставку? Вышедшие в отставку бывшие президенты. А в 2012 году 3 миллиона 670 тысяч. Те, которые вышли в отставку... А в 2011 году на этих, тоже вышедших в отставку, которые еще живы, и их жены, оставшиеся в живых, еще 3 миллиона 870 тысяч. В 2003 году 4 миллиона 170 тысяч. Это включает вдову Линдон Джансен. Это не включая расходы секретной службы, которая охраняет бывших президентов и их семьи. И, конечно, данные из этого журнала так как-то путанно подали информацию, что я просто не совсем уверен, как это все понять. Ну вот, так что туда деньги идут. На то деньги есть. А вот на страховку, сейчас вы знаете, это проблема здесь в Соединенных Штатах, на страховку вроде Обама говорит, что уже денег не хватает. Он будет срезать деньги тех, за кого, ну, кто застрахован в них. Теперь я читаю отрывок, продолжаю чтение книги Елены Чепилко. Кто из вас помнит, кончил чтение на том месте. Значит, девочка, которая парализована, родилась такая, за ней ее оставила и мать, и отец, и бабушка за ней ухаживала. И вот бабушка умерла, и стали соседи ухаживать за этой девочкой. Она не может ни передвигаться, ничего делать, но, наверное, рукой, может быть, и кажется, и кормить себя не может. Ну, однажды она просыпается, эта девочка, и смотрит, соседка Вера за ней ухаживала. Она приходит в себя и смотрит, с одной стороны, Надя ее звали, кровать, и стоит тетя Вера, соседка, которая жалилась в деревне, где-то жили они, и смотрела на незнакомого мужчину, растерянного и тревожно. А он говорит, доченька, я буду приходить к тебе каждый день, пока ты не выздоровеешь, не волнуйся, я тебе все объясню, а потом, если только захочешь, поедем ко мне, будешь жить у меня, если только захочешь. Это вы что, из-за денег? Нет, так просто не выйдет, возмутилась тетя Вера, которая за ней ухаживала, соседка. Пока у девочки ничего не было, она и росла, как сирота, а теперь даже вот и родители появились. Нет, мы Наденьку в обиду не дадим, мы ее всей деревней защищать будем. Спасибо вам, хорошие, добрые люди, за любовь к моей дочери, кротко улыбнулся в ответ мужчина. Ее деньги мне не нужны, оставьте их себе. Мне нужна дочь и больше ничего, я и так перед ней виноват, никаких денег не хватит откупиться. Наде показалось, что весь мир вокруг перевернулся, она ничего не могла понять, а гость присел на стул возле ее кровати, робко погладил ее волосы большой жесткой ладонью и улыбнулся. Я сейчас все расскажу тебе, доченька, все, а там и сама решай. Когда я оставил вас с мамой, то думал, что смогу все забыть и дачать все сначала. Конечно, это было подлостью, разве назовешь иначе? Я был зол на весь мир, на маму, на тебя. И я решил, что если и женюсь в следующий раз, никогда не буду иметь детей. Несколько лет мои жизни прошли в кутежах и гулянках. Я пытался весельем заглушить свою боль, но так часто по ночам мне снилась маленькая, беззащитная, искалеченная болезнью девочка. Ты. Когда я уходил из дома, ты очень громко плакала, и этот плач преследовал меня всю жизнь. Иногда я посылал тебе деньги, но совесть была неподкупна. Через несколько лет я женился. Жена ушла, не вынесла моей бесшабашной жизни. Она мечтала о покое, о семье с детьми, а я бежал от всего этого, как от огня. Потом переехал в другой город, снова женился. У меня родилась дочь Таня, все стало налаживаться. Но когда дочурка взбиралась на мои колени, когда протягивала ко мне ручонки, я всегда вспоминал тебя, брошенную и несчастную. Снова запил, стараясь заглушить свои горькие мысли. И этот брак был на грани развала. Однажды меня бесчувственно пьяного подобрали на улицы прохожие, муж и жена. Они привели меня в свой дом, умыли, переодели, уложили на чистую постель. А утром, в воскресенье, повелись с собой в церковь. Там я встретился с христианами. Что-то родное, неподдельное было в их сердцах. Слушая их песни, я плакал, как дитя. В церкви мне было хорошо, но долгим и нелегким оказался мой путь к Богу. Зато теперь я точно знаю, что он есть, что он любит меня и тебя, доченька. У него я просил прощения за все свои грехи, за все зло, что совершил в жизни, за то, что так жестоко бросил тебя. Моя жена Галя сначала мне не верила, даже ругала за то, что я стал в церковь ходить и общаться с христианами. Но шло время. Она увидела, что жизнь моя поменялась, что от рюмки с водкой я потянулся к Библии. А Библия – это Слово Божие. Оно плохого не унаучит. Так и она стала христианкой. Потом я рассказал Гале про тебя. Вместе проплакали мы всю ночь. Долго за тебя молились, думали, как лучше поступить. Я рассказал о тебе и в своей церкви. Мои друзья-христиане от всей души взывали о тебе, Господу. И вот я здесь. В деревне мне рассказали о случившемся с тобой и о смерти бабушки. Бедная ты моя. Слава Богу, что он сохранил тебе жизнь. Иначе я не знаю, как бы я жил на этой земле со своей виной. Прости меня, доченька. Для меня сейчас ты дороже всех сокровищ. Знаю, что твоего прощения я не заслужил. Но, может быть, когда-нибудь найдутся у тебя силы для прощения. Надя удивленно слушала высокого, сидеющего человека. Она мало понимала сказанное им о Боге, но чувствовал, что ему можно поверить, что он не лжет. Рядом всхлипывала тоже тетя Вера. Слава Богу, что он позаботился, не оставил беднягу. Ох, не дожила Наденька твоя бабушка до этого дня, а то бы порадовалась. Вскоре врач попросил посетителей оставить девушку одну с ним. Переутомление для нее было опасным. Перед уходом отец помолился. Надя с трепетом в сердце слушала его молитву. Он говорит с Богом как-то просто, по-детски доверчиво. Он просил Господа позаботиться о его дочери, восстановить ее здоровье, благодарил за встречу. Надя, слушая отца, вспоминала свои короткие молитвы. Молитвы отчаяния, которая порождала ее раненое сердце. Отец жил в небольшой гостинице, недалеко от городской больницы, где она лежала. Каждый день он несколько раз навещал дочь. Девушка сначала и очень его стеснялась. Она и не привыкла к мужскому обществу. Отец был не чужим человеком, и не просто чужим, а тем, на кого она долгие годы в глубине своего сердца вынашивала горькую обиду. Постепенно Надя привыкла к его визитам и даже ожидала их. Отец приносил много фруктов, заботился как мог о ее выздоровлении. Во время каждого посещения он рассказывал о себе, о своем детстве, юности, о встрече с мамой. Но Наде особенно нравились его рассказы о Христе и его простые молитвы. С разрешения врача отец, закутав дочь в одеяло, брал ее на руки и выходил на улицу. На больничном дворе под старыми кленами было много деревянных скамеек. Там и отдыхали отец и дочь. Свежий воздух действовал на девушку ободряющей. Эти прогулки, неторопливые разговоры сближали два сердца, угошали в Наде обиду и боль. Постепенно девушка начала разговаривать с отцом непринужденнее, проще. Мягкие, карые глаза мужчины в такие минуты излучали счастье. Однажды к их скамье подошла мама. Она была, как всегда, красива, ухожена. При виде отца женщина возмутилась. Что появился? Неужели на несчастные гроши ее позарился? «Зачем ты так при дочери?» – сказала она. Отец бережно отнес Надю в палату, поцеловал и пошел продолжать разговор с своей первой женой. Она ждала его на улице. Надя вспомнила визит матери, когда была больна бабушка. Как ей тогда хотелось защитить старушку. Сейчас девушке не меньше хотелось встать на защиту отца, защитить его от ложных подозрений и обвинений. Надя чувствовала, вернее, точно знала, что отец по-настоящему ее любит. И эта любовь сейчас давала ей силу жить. Надюшка в отчаянии попыталась молиться. Она просила Бога сохранить родителей от ссоры и навсегда вложить в их сердца любовь и уважение к ней. В палату родители вошли вместе. Отец украдкой по-свойски подмигнул и улыбнулся дочери. Мама поцеловала дочь в макушку. И положила на тумбочку пакеты с фруктами. Напоследок сказала. Надя, тебе уже 21 год. Ты взрослый человек. И у тебя, конечно, есть право выбора. После больницы можешь вернуться в деревню, где тебе позаботится тетя Ре, или ехать к твоему отцу. Мама говорила холодно и официально. Но было видно, что ей трудно скрыть волнение и удержать набежавшие слезы. Надя поняла, насколько трудно сейчас этой красивой, еще молодой женщине стоять рядом с тем, кого она когда-то горячо любила. А потом, наверное, так же сильно ненавидела. Хорошо, мама, я подумаю, ласково ответила Надя. Ей вдруг стало невыносимо жаль эту несчастную женщину, свою мать. Ты ко мне еще приедешь, мама? В Надином вопросе было столько нежности и мольбы, что мать не выдержала. И снова Надя почувствовала жар ее горячих поцелуев на своем лице. И снова их слезы осенним дождем слились воедине. Я приеду, Наденька, приеду, доченька. Надя вдруг показала, что у них могла бы быть хорошая семья. О, если бы Бог пришел к ним раньше. Отец и мама попрощались, как добрые знакомые. Он еще остался возле дочери. Она, мать, поспешила на электричку. Дочь и отец немного помолчали. Потом он почти полушепотом словно самому сказал. Нам казалось, мы бежали от горя, а убежали от счастья. Ну, ничего, будем молиться о маме. Сегодня Бог дал мне возможность попросить и у нее прощения. «Один тяжелый камень снят с моей души». Вот до этого места. Если Господь даст время, я буду продолжать чтение в следующую пятницу. А сейчас кто-то из братьев помолится, и мы перейдем к Слову Божию. Слава Господу, дорогие братья и сестры, радиослушатели. Вновь, по милости Господа, мы собраны в этой студии. Наши Библии открыты. Сегодня братьев побольше собралось. И мы приступаем к изучению Нового Завета, определенных мест тем, для того, чтобы, просматривая эти места Нового Завета, наставления Слова Божьего, применять их в наше время. Я попрошу брата Сашу помолиться, и мы будем читать Слово Божье. Пожалуйста, Саша. Склонимся для молитвы, дорогие радиослушатели. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что мы дети Твои. Мы благодарны Тебе, Господь, за все Твои милости, которые Ты проявляешь к нам в это последнее время. Новости говорят нам о том, что Ты скоро придешь. И помоги нам, как детям, быть в бодрствующем, в ожидающем состоянии. Господь, благослови народ Твой, благослови детей Твоих по всему лицу земли. И в этих мусульманских странах, где, может быть, враг ополчается особо, на детей Твоих Ты защити. И нашу страну защити от различного кровопролития, от различных искушений. Господь, мы на Тебя уповаем и Тебе доверяемся. Благослови также сейчас нашу предстоящую беседу, встречу, чтобы мы могли рассуждать над Словом Твоим. Благослови наших радиослушателей, которые будут слушать нас, которые будут присоединяться к этой беседе, чтобы все это служило к славе имени Твоего и к нашему духовному возрастанию. Будь милостив и благослови, и все наши рассуждения, чтобы Ты был прославлен наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что передача идет в прямом эфире. Любой из вас может позвонить нам, задать вопрос, принять участие в разборе, сказать свое мнение, рассказать стихотворение. Номер телефона 429-76-35. 429-76-35. Предлагаемое место Священного Писания мы будем читать от Евангелия от Матфея, 5 глава, с 20 стиха и ниже. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Вы слышали, что сказано древним «Не прелюбодействуй». «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Я думаю, что до этого места мы уже довольно пространно прочитали такие серьезные предупреждения, наставления. И начнем мы, конечно, с 20 стиха, с прочитанного в начале. «Мы все стремимся, братья и сестры, верующие в Иисуса Христа, мы все желаем быть в Царстве Небесном. Как там будет хорошо? Неоднократно мы читаем и слышим от проповедников спения хора «Небесный Иерусалим», где настолько благословенно все будет, насколько прекрасно, и не будет ничто проклятого, не будет никакого зла, болезни. Все хотим мы туда, так сказать, попасть. Это Царство, чудесное небесное Царство. Но вот есть определенные предупреждения. Мы прочитали здесь. «Если праведность ваша, то есть праведность верующих, не произойдет праведности книжников и фарисеев, то таковые не войдут в Царство Небесное». Я думаю, братья, это прежде всего для нас серьезное предупреждение. Мы должны вникать, рассматривать, думать, размышлять. О спасении много есть толков и самые различные. Одни говорят, уверуй, и все вопросы решены. Дальше Бог тебя доведет, возьмет за руку, поведет, понесет, когда надо. И не стоит даже прикладывать усилия. Все оно Бог за тебя сделает. Другие же говорят, что путь тернистый, трудный, узкий. И многими страданиями, борьбой надлежит войти в Царство Небесное. Третий предупреждает, что очень важно, внимательно изучая Священное Писание, в точности исполнять, что написано в нем. Предлагая все старание к этому, показать вере нашей и добродетели, и рассудительность, и братолюбие, и любовь, и многое-многое, что другое. Если этого нет, и это не умножается, то это проблема. Давайте, братья, присоединяйтесь к моему, так сказать, вступлению. Что вы думаете по поводу книжников-фарисеев, какая праведность у них будет, и была вернее. И какой праведности ожидает от нас Господь. Мы начинаем, как всегда, с брата, который с краю. У нас сегодня Саша. Пожалуйста, Саш, слушаем тебя. Тут два Саши. О, Кранева, Кранева, справа. Слева Александр. Александр, да еще и Федорович. Да. Ну, я хотел бы начать вообще свое вступление с книжниками-фарисеев. Они были очень праведны. Они были очень праведны. Они, вот, допустим, мы читаем молитву фарисея, когда он пошел в храм, молился. Вот. Он постился два раза в неделю, давал десятину. Перечисляет свои достойности. Ну, нет. Давайте мы просто скажем порядочность так этих людей. Мы, а потом мы чуть-чуть порассуждаем над нашей праведностью, какая наша праведность. Вот. Я думаю, что сегодня редко кто из нас, христиан, постится два раза в неделю и, может быть, конкретно отделяет так тщательно, допустим, десятую часть, и столько внимания, может быть, уделяет делу Божию, далеко не многие. Далеко не многие. Может быть, есть отдельные личности, которые читают, молятся каждый день регулярно, допустим, но опять не все. Я не думаю, что все христиане читают даже каждый день Библию или так имеют личную такую молитвенную жизнь с Господом. Знаете, если бы, ну, я скажу так откровенно, если бы это делалось с каждым, то, может быть, у нас в наших общинах, я не буду говорить в церквах, потому что церковь одна, церковь Божия, да, в наших общинах не было бы столько разводов, не было бы столько, ну, неповиновений, вот, не было бы столько, может быть, недоброго, не того, что сейчас происходит. Книжники и фарисеи были очень праведны, очень набожны, вот, но, понимаете, вся была проблема в том, что они рассчитывали на свою набожность и рассчитывали на свою праведность. Мы знаем, что на сегодняшний день, на сегодняшний день наша праведность, нас, детей Божьих, которые последовали за Господом, наша праведность, как запачканная одежда. На сегодняшний день кто из нас, христиан, рассчитывает на какие-то свои заслуги или на какую-то свою праведность? Сегодня мы все, я думаю, сидящие здесь смело можем сказать, что наша праведность – это Иисус Христос, это является нашей праведностью. Иисус Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Откровенно скажу, на сегодняшний день моя праведность, буду говорить за себя, не может превзойти праведности книжников и фарисеев. Праведность Иисуса Христа, которая меня оправдывает, она превзойдет и книжников, и фарисеев, и любых святых людей. Это мое мнение. Хорошо, спасибо, Саша. Да, Саша, вступление начал. Это очень серьезная тема. Серьезная тема. Врат Павел. Просим вас. Да, ну, я думаю, что вот Иисус Христос имел... Громче, говори про этот микрофон. Да. Как раз, вот, вниз всякого сомнения, то, что книжники и фарисеи постились и все прочее делали, это да. И их проблема была в том, что они надеялись своими усилиями войти в Царство Небесное. Вот. Наша праведность, вот как написано в Ефесянам, послание о второй главе. Ну, если громче, то, я думаю, там на пульте Игорь может добавить громче. Да, ну, я кричать... Ну, кричать не надо. Ну, ты можешь, смеешься громче. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть, мы входим в Царство Небесное. Это подарок Божий. Это Иисус Христос дает даром. Вот. А уже добрые дела, это как следствие того, что я принял спасение. И я спасаюсь, естественно, не своей праведностью, потому что, естественно, она как запачканная одежда. Конечно, много есть обстоятельств, очень много есть обстоятельств. Мы не знаем образа жизни... Да, они постились два раза в неделю, но мы не знаем образа жизни, какой был у них, вот, да, и какой мы имеем сейчас. Конечно, я не хочу делать экскьюз, но в этом ритме, в этой гонке... Вот я, например, в прошлую пятницу не был, потому что... Ну, не был на радиопередаче, потому что получил приказ от начальства работать 12 часов, понимаете? И, ну, там как армия, отказаться не имеешь права. Должен есть и выполняй. И поэтому, ну, в этом ритме американском, конечно, Бог знает, кто как может поститься. Один брат говорит, я пощусь в воскресенье, потому что каждый день такая работа изнурительная, что, ну, не получается поститься. Вот. А жена его говорит, а в воскресенье мы хотим пообщаться с гостями, туда-сюда поехать, а у него пост. И вот такая вот ситуация. Конечно, наша праведность, как я сказал, во Христе Иисусе Господе нашим. Спасибо, брат. Пожалуйста, Михаил. Я бы хотел послушать Александра Федоровича, а я потом... Пожалуйста, Александр Федорович. А почему? Ну, Михаил выступает вам, да. Я выступаю вам, и... Ну, хорошо. Это нормально. У меня некоторые соображения есть на эту тему. Когда я стал изучать этот вопрос... Уже телефон из ног, да? Ну, не для нас, братья. О, это хорошо. Братья, я обратился тоже к симфону. Я немножко вынужден... Да-да, пожалуйста. Чуть-чуть как бы в сторону отойти. И я удивился тому, что слово, которое переводится вот в данном месте, праведность, по-гречески дикайосуне, я немножко гречески изучал, Такая масса этих слов в Новом Завете стал записывать, выписывать. Смотрите, это список. Вот только в послании к кремлинам это слово. В оригинале. Но в русском переводе там не праведность, а правда. Против, между правдой и праведностью есть разница или нет? Я думаю, что это синонимы, но разница есть, конечно. Вроде знак равенства можно поставить. Праведность и правда. Без правды праведности не сделаешь. И праведный может только делать правду. Праведный дотворит правду еще. Ну хорошо, братья, все-таки разница между праведностью и правдой есть или нет? Есть. Есть. Я думаю, огромная. Допустим, есть очень много неверующих, которые говорят правду. Которые не это. Но они неправедны. Вот именно. Праведность это, как бы я сказал, это как бы уже что-то связано с духовной жизнью, духовной личностью. Праведность ради чего-то. Допустим, вот они были праведны, книжники и фарисеи, даже ради того, чтобы показать людям свою праведность. Показаться. Праведными. Понимаете? Может быть, многие из них делали какие-то дела для того, чтобы видели их. О, ну, определенно. О них говорится. Не, ну, и были праведные. Действительно были праведные. В глазах людей. Ну, не обязательно. Неужели вы думаете, что все были книжники и фарисеи? Конкретно, допустим, апостол Павел когда-то или Саввел, он был фарисеем. И вы думаете, он был неправедным? Он воспитывался у ног Гамалиила? Он был наставлен в отеческом, ну, как бы сказал, если он что-то делал, то делал по неведению. Он считал, что этим он служит Богу. Искренне служит Богу. И он был сосудом до того, как он родился. Он был избранным сосудом. Хорошо, Боряк. Другие, как вы понимаете, разница между правдой и праведностью? Нет, несомненно, очень большая разница, потому что праведность, она присуща только Богу. И Бог дарует ее через возрождение. Если человек, он по своей совести или же по своему закону, как вот мы говорим, закон фарисеев и книжников. Мы приводили, вот Саша приводил пример Савла. Он знал этот закон, он думал, что этим угождают Богу. Он стремился его исполнить. Но он не был праведным, потому что он не знал Бога, он не узнал Христа. Не был праведным по понятию Священного Писания Нового Завета. Он не принял Христа вначале. И христиан он убивал, влачил, и думая этим, угождать Богу. Но на самом-то деле мы-то понимаем, что это был большой грех. Он был праведный, но не оправданный. Вот мы, мы праведники, потому что мы оправданы кем-то. Кем? Иисусом Христом. Его жертвой. Сегодня Бог смотрит не на наши дела, не на наши заслуги. Он смотрит на нас, как на детей, через жертву Сына Своего, через Его пролитую кровь. Вот знаете, приблизительно так, я всем объясняю. Что-то написали мы красной ручкой, на чисто белом листке мы написали, красной ручкой очень много. И положили потом красное стекло. Вот. Можем ли мы что-то прочитать? Не пробовали? Никогда. Чистый листок. Чистый листок. Ничего не прочитайте. Напишите красной ручкой и положите красным чернилом. Да, красным чернилом. И положите красное стекло. Ничего не прочитайте, ничего не видно. Вот так приблизительно Бог смотрит на наши грехи через праведность Иисуса Христа. Мы оправданы не своими делами, заслугами. Вот апостол Павел говорит, что кто мог оправдаться? Авраам. Авраам. Это хорошо, спасибо. Я бы хотел, брат, ты скажи, разница между правдой и праведностью. Как понимаешь? Ну, я, слушая вас, вспомнил другое выражение. Мы грешники не потому, что грешим, а грешим потому, что грешники. Улавливаем, да? Еще раз, брат. Мы грешники не потому, что грешим, а грешим потому, что грешники. Хорошо. А что касается праведности? Ну, праведность наша, как запачканная одежда. Писание говорит. И я только, моя праведность во Христе. Перефразировать то, что ты сказал. Мы праведники не потому, что праведно поступаем, да? А почему? Потому, что мы оправданы Богом. Можно ли так сказать или нет? Конечно, можно. Конечно, можно. Но поступаем правильно, потому, что мы праведники, да? Братья, знаете, вот сейчас мы... Я люблю задавать вопросы, чтобы все... Да, но дело в том, что если вы задаете вопрос, то вы должны иметь на него ответ. И тогда уже делать оценку нам. Ну, ну, брат, оценку я не делал. Оценку нам в том плане. Правы ли мы в своих рассуждениях согласно вашего ответа? Нет, брат. Брат, подождите, не мое место судить правильно. Нет. Мы обмениваемся мнениями сейчас, понимаете? Это сложный вопрос. Сложный вопрос, да. Ну, я так... Мнение, скажи, пожалуйста. Мнение свое я... Ну, еще не сориентировал, как бы сказать правильно, потому, что нас слышит весь мир. Да. И сказать что-то неправильное я не хочу. Но я хочу одно сказать. Христос, он пришел не порядок наводить оккупированным римлянами в местности и не стать царем, чтобы освободить людей, вот своих соотечественников, от римского ига. Нет. Он даже не пришел для того, чтобы, ну, постоянно быть врачом и исцелителем. Нет. Он это делал. Он исцелял. Он воскрешал. Давал зрение незрячим. Ну, вот вопрос. Он говорил о вещах духовного характера и направлял взор людей на вечность, на духовное, но не на временное плотское. Чего люди никак не могли понять. Вот когда зашли в храм двое помолиться, два человека вошли в храм помолиться, мы знаем эту притчу, историю, да? И вот он начал перечислять свои достоинства в то, что он, ну, совершает. Ну, тебя, Боже, что? Я не духов, как прочие люди, да? Что он все соблюдает. Вплоть до того, что он настолько исполнитель всего закона, что его хоть сейчас на небеса. Да. А другой стоял, он даже вот, как я сейчас не могу выразить от того ответа на ваш вопрос, он стоял и вот, сознавая свое несовершенство перед Богом, и бия себя в грудь, он даже не говорил, какие он там совершал какие-то преступления. Но он единственное просил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив. И результат этого? Результат таков, что он пошел в дом свой более оправданный, нежели тот, который сам себя хвалил. Так вот, праведность, о которой мы сейчас прочитали, Христос говорит, если праведность ваша, ну, чья ваша, кому он говорил это? Он, наверное, ученикам говорил. Первым. Он делал акцент и ударение на то, что ваша праведность, он как раз... хотел указать на ту праведность на себя, как в Сына Божия Иисуса Христа, что, веруя в Иисуса Христа, мы имеем жизнь вечную. Они, исполняя вот все по закону, себя выказывали праведными, но они никак не имели права и возможности на вечную жизнь по исполнении своего закона, потому что они были без Христа. А без Христа все погибшие грешники. Без Христа. Без Христа никто не может войти в Царство Небесное. Вот, если мы... Он указывал ученикам, что если ваша праведность, которая... Не ваша праведность, а праведность во Христе Иисусе, которая от Бога через Иисуса Христа по благодати, вот той праведностью вы будете живы. Миша, два слова дополнить. Дело в том, что до Христа сколько было паломничества, да, и люди такие совершали, ну, подвиги, пытаясь преодолеть пропасть, которая между Богом и человеком, да, и все было тщетно, все было направо. Никто не мог преодолеть пропасти. Ну, подожди, спасенные были там в Ветхом Завете? Ну, спасенные... Мы знаем, что Слово Божие говорит, что они желали видеть то, что вы видите, но не видели. Они были спасенные только в плане Божьем, когда будет посланный Иисус Христос, который по смерти своей снизойдет преисподние места и освободит их. Ну, обратно. Но до Христа, до Христа мы нигде не видим праведников, которые достигли вечности, достигли района. Не, Вэл, Александр Федорович, может быть и есть исключение, как Енох, который был взят на небо живым, и еще Писание говорит, там есть два человека, да, если бы, вот помните, написано, то спаслись бы только они своей бы праведности. Своей праведности, да. Братья, этот вопрос настолько, знаете... Серьезный. Нет, не то, что серьезный, он просто не имеет единого мнения. Допустим, Матфей пишет, что когда Христос умер, то что сделалось? Ничего, что? Что сделалось, окей. Что сделалось? Землетрясение, да? И камни разверлись, и многие, что? Святые. Святые, что сделали? Воскресли. Воскресли. И по воскресенью его вошли? И только когда Христос воскрес, тогда они вошли. Ну, по крайней мере, Христос воскрес, и они вошли. Да. Да, но они вошли. Да, во Святой Град. Так написано. Вот вам и праведные. Да, они вошли во Святой Град. Воскресли со Христом и вошли во Святой Град. А в Псалме, я не помню, в Псалме написано, что отворите врата двери ваши, вот, и войдет Царь Славы, да? Кто сей Царь Славы, Господь Сильный, Он Царь Славы. Мы поем Псалом. Так вот, Христос, когда Он сказал, не прикасайся ко Мне, я еще не вошел к Отцу Моему. Вот Христос по Своему Воскресенье, это так, я слышал такое мнение, и я присоединяюсь к этому мнению. Ну, Христос вошел к Отцу Своему, взошел. Вот с сонмом святых. С сонмом святых. Он не вошел туда, Царь, как один, вот, победитель, Он вошел. Он вошел с сонмом святых. Вот эти все святые, которые были до Христа, как, допустим, Авраам, Давид, Моисей, все-все-все мужи Божьи, которые были, вот, верили в грядущего Мессию, они все вошли со Христом во Святой Град. Так написано. Никакой историк, я слышал мнение, что они вошли, или во Святой Град называли Иерусалим, что воскресли и вошли в Иерусалим. Хорошо воскрес Моисей, в какой Иерусалим, к кому он пришел. Где в истории мы находим, что, а святых сколько было, их было, их было немало. Вот, и где мы в истории находим, что эти воскресшие, они вошли в Иерусалим. Нигде. Никакой историк об этом не пишет. И написание об этом не говорит. Но вошли во Святой Град, значит, вошли в Новый Иерусалим, который Христос приготовил для спасенных. Александр Федорович, очень много братьев побеседовали, я думаю, вы можете... Ну, а теперь ваше мнение. А, окей, нет проблем, если вы хотите, ваше мнение. Я не сомневаюсь, что из Светлого Завета очень многие люди будут там, где... Куда мы стремимся. Куда мы стремимся. Не будут есть. Уже есть, да, да. Я не сомневаюсь. Мы берем, даже вот в Новом Завете, говорится, лон Авраамова и отделяется от ада, где мучаются. Да, уже мы видим разделение мертвых, которые после смерти идут, и они там живы. Вот. Авраам, все верующие, ожидающие прихода Христа, уповающие на Бога, живущие по заповедям. Вот. Они будут... Они уже, как Саша говорит, там, да. Но мы-то смотрим на будущее. Вот. Это у Бога все живые, и Бог уже все на местах. А мы будем видеть всех вместе потом, после восхищения церкви, когда мертвые воскреснут, живые изменятся, присоединятся. Ну, и Светкого Завета, несомненно, очень многие будут оправданы. Вот. Вот давайте мы возьмем послание к римлянам. Немножечко здесь уже спасенный Саш. Сори. Да. Братья, мы живем во времени. Среди за выражением. Да. Итак, следим за выражением послания к римлянам. Читаем. Первая глава. 17 стих. Да, Александр Федорович. В нем открывается правда Божья от веры веру. Как написано, праведный верою жив будет. И это уже касается абсолютно всех людей, начиная от первого человека. Вот. Мы знаем, что два сына было у Адама. И один принес жертву. И я не сомневаюсь, что это был тот первенец, который, принеся жертву, был убиен. И, естественно, Бог принял его. Я даже не сомневаюсь, братья. Я не знаю, как у вас мнение. И вот здесь вторую главу мы можем еще прочитать. Давайте с 11 стиха. Ибо нет лицеприятий у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, под законом судятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом. Но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники даже, братья, язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдующие одну другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайны дела человека через Иисуса Христа. Все идет к Иисусу Христу. И в Ветхом Завете все будет рассматриваться через Иисуса Христа. И язычники даже, вот смотрите, здесь касаются. Вот, опять через Иисуса Христа. И тем более, конечно, в Новом Завете, вот, уже когда Христос явлен, когда люди узнали о нем, вот, да, братья, вот, неоднократно упоминают, что наша праведность, я даже хочу сказать, она не то, что как испачканная одежда, она вообще ноль, наша праведность, без Иисуса Христа. Мы об этом можем прочитать, опять же, переворачивая римлянам. Третья глава. Ну, давайте. Какой стих? 21-й? Давайте 21-й. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили. То есть, до покаяния, до принятия Христа в сердце, праведность человека, как бы он ни старался, как бы он ни был, и по совести даже поступал, как вот мы читаем, язычники, старался, все. Но праведность почему? Нет веры в живого Бога, нет веры в Иисуса Христа. И это все перечеркивается. Конечно, я не Бог, и мы вряд ли сможем язычников полностью поставить, так сказать, в категорию какую-то. Это Бог будет судить в свое время, и у Него власть. Но без Иисуса Христа всякий человек, он не имеет спасения. А вот через Иисуса Христа, оправданные кровью, омытые Иисусом Христом, теперь мы уже праведный, да творит, брат Миша напоминал, правду еще, откровение, место священного писания. То есть, мы призваны на добрые дела, мы призваны творить эту правду. И если я это не делаю, вот тут уже это большая беда. Большая беда. Пожалуйста, Александр Федорович, да, я тоже многое сказал. Ну, ну, ты у нас звоночек. Звоночек, да, слушаем, пожалуйста, говорите. Да, правильно, спасибо, сестричка. Он же выгодил, потому что угодил. Он даже при жизни еще знал, что он угодил Богу. И Авраам тоже, смотрите, жил в шатра, да, а надеялся уже на город, которого строитель и художник Бог. И вот в Римлянах 8 глава, 2 стих, прочитайте, пожалуйста. 8, 2. И вот в Римлянам 15 глава, начну я с 8 стиха. Почему? Принимайте друг друга, как и Христос принял нас, славу Божию. Разумею, что Иисусе Христе сделался служителем для обрызанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славить Бора, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще хвалите, Господи, все язычники, и прославляйте Его все народы. Спасибо, сестичка, благодарим. Ради милости, и для нас, он, как сказал мне, есть оцени всего двора, и тесно для жизни спаситесь. Благодарим, сестичка, аминь, спасибо, да. Братья, у меня почему такой вопрос поднялся, как я сказал, я заглянул симфонию, и вот, смотрите, начал выписывать, и потом места, где в оригинале по-гречески праведность, а по-русски переведено правда. Хотя эти два слова созвучны, корень один и тот же, да, но все-таки правда не всегда праведность. Праведность имеет более обширное понятие. Даже затрудняюсь сказать, где начало и где конец одного или другого слова. И у меня, вот, я удивляюсь, почему переводчики священного писания на русский язык, вот эти места, которые в одном месте перевели праведность, в других местах правда только написали. По плодам их узнаете их. Матфея 7.16 Собирают ли стерновника виноград или сырпийника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящего плода доброго, срубают и бросают в огонь. Не так. По плодам их узнаете их. Ну, а теперь по плодам. Сестра вспомнила, конечно, и мы все знаем, что израильский народ – избранный народ, да? Но, слушайте, что они этих злых плодов не приносили? Сколько злых плодов? Сейчас, сейчас то же самое. Те, которые считают себя особенно… Кто из вас следит за историей, за тем, что сейчас происходит в Израиле? Сейчас там тоже война между евреями. Конечно, словесная война за кто прав, кто не совсем прав. Например, те, которые в этой благочестивой, так сказать, группе, они не хотят быть служить на военной службе. Вот, разве не хорошее желание, а? Они не хотят никого убивать, даже врагов своих. Братья, эта тема, я, конечно, не собирался так сложно и далеко затрагивать этот вопрос, но у меня теперь глубокий вопрос в сердце остаётся. Почему русские переводчики, я не знаю, как на другие языки, почему многие, во многих местах, сотни мест в Новом Завете, вот отсюда, Матфея, вот это всё, Новый Завет, по-гречески «праведность», по-русски «правда». Почему? Так что, я не знаю, переводчик, очевидно ли, переводчики видели какую-то разницу и почему-то поставили слово «правда». Так что я не имею ответа на свой вопрос, братья. Но, безусловно, праведность приводит нас к Господу навеки, когда придёт наше время. Но не всякая, не всякая правда человеческая. Правда, по-моему, это как люди судят об одном и другом. Праведность, как Бог судит о наших поступках, которые угодны Ему. Ну, я не знаю, я, может, не ответил сам на свой вопрос. Кто желает ещё, пожалуйста. Александр Фёдорович, довольно вы правильно проанализировали, я считаю. Действительно, правда в каждой культуре по-своему понимает правду. И один говорит, ну как это, не встать на защиту Родины, не взять оружие и не гнать врагов. Это что ты, о чём ты говоришь? А наше вероучение, мы принимаем свою правду, что мы не берём оружие. Вот, звоночек, да. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы извините, я... Вот здесь, в 6 главе Гутиев, как он оно и говорит Бог. Вот так вот. Да, что он был праведный, непорочный, служил Бог Богу, да? Ну, и теперь ещё я поправочку свою сделаю, что не весь Израиль спасётся, там как написано. Остаток. Остаток спасётся. Я его переплавлю, вот. И прощу все грехи. Ради самого себя, говорит, я прощу вас. Благодарю вас. Да, спасибо, сестра. Вот вы затронули вот этот вопрос, да. Ну, как с врагами. Ну, вот это Вторая мировая война была. Я знаю некоторых из верующих, которые отказались служить на военной службе по убеждениям. Правы они или нет? Даже и пусть врагов, так, врагов, да? Немцев, которые наступали. Хорошо. Да, слушаю вас, звоночек. Пожалуйста. Говорите, пожалуйста. С миром, дорогие друзья. С миром, сестричка, с миром. Александр Фёдорович, и все по имени, Господь знает, я присоединяюсь к вашим святым делам и словам. Разрушите, я только пришла с Апотмарта. Я должна была 20 марта умереть, вот. Это так мне анализ показал. А пришла вся в тезах. Врачи ахнули сегодня и говорят, да, по-настоящему праведность у этого человека. И дети божьи, я долго разговаривать не буду. Я вот Коринфянам, первая глава, 30 стих. Но тут не указано, как вот первая Коринфянам или вторая. Будьте любезны, дорогие. Леонид, по-моему, да? Одну минуточку. Ага, пожалуйста. Первая Коринфянам, наверное, 1.30, простите. 1.30, я вторая. Да, во втором Коринфянам 2.4 стиха. Так что это первая Коринфянам должна быть. Александр Иванович, спасибо. Ну, ну. Нам 1.30. Сейчас читаю. Да, пожалуйста. От него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Аминь. Аминь. Я быстро сейчас прочту, если их отворить. Пожалуйста, да. И пристасю, где эти будут. Праведность. Уж много лет тому назад последний умер праведник, но не стоит, как говорят, на том могиле памятник. И пусто стало все вокруг, земля печаль одетая. Замкнулся вдруг порочный круг. Ее уж песня спетая. Все ищут праведности в себе. Объятия сомнениям. Бесплодно молятся в борьбе. Вы не спешите, сестра, то они не будете ошибаться, хорошо? Все идут, все ищут праведность в себе. Объятые сомнением. Бесплодно молятся в борьбе, вздыхая с ожелением. Но неужели нам не удомек, что праведности Христовую давно, условив свой урод, должны одеться новою. И идею жить, и в ней ходить. Одеться, как нарядами. Подолгу истинным служить, но только не обрядами. Не надо плакать и тужить. И не впадать в крайности. Одно ли в сердце положить. Христос здесь наша праведность. В ней нет пороха, нет песна. Отденьте ее верою, чтоб людям всем была видна, как безупречно делаю. Аминь. Аминь, спасибо. Дети Божьи, я хочу сказать, прошу прощения. Очки мне далеко, а тут мелко, я без очки прочитала. И Господь сказал, меня в руках все. Александр Иванович, вот особенно за вас сказал, Верочка ждет вас. Спасибо. А все плачут, рыдают, потому что вы свидетельствуйте, молитесь о том, чтобы мир не погиб. С Господом. Я думаю, братья, что очень чудесная тема и уже понятная нам, что действительно праведность – это Христос. Настолько это четко написано, и мы все понимаем, мы все соглашаемся с этим. Ну, а дела праведности, вот как брат Александр Федорович прочитал, по плодам узнают. Если человек одевает только одежду, как это делали книжники фарисеи, если человек только молится, но плоды жизненные наблюдения показывают, что они не соответствуют евангельским истинам, то эта праведность даже и… Ну, что интересно, вот вы сказали, что некоторые переводчики переводили «праведность» и «правда», как бы одним… Заменили в русском переводе. В русском переводе. Ну, вот если мы, допустим, вспомним, когда Аврааму что вменилось в «праведность», помните, да, что… Вера. Да, он поверил Богу, и это вменилось ему в «праведность». Аминь. Мы не будем смотреть на жизнь Авраама, она была очень долголетняя, многолетняя, сложная, да, со всякими там жизненными ситуациями. Но «праведность» ему было вменено в «праведность», он поверил Богу. Так вот, теперь Христос, когда обращает внимание на «праведность» книжников и фарисеев, и к ученикам обращается, как я уже говорил, да, что он уделял внимание не на то, что вот книжники и фарисеи по закону они себя выставляли праведными, потому как они перечисляли все те дела праведности, которые они творили, и тем самым выказывали или считались праведными. Так вот, глядя на их жизнь, Христос все же делал как бы такой акцент, даже если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, если не превзойдет, то вы не можете войти в Царство Небесное. По большому счету, вот всех живущих в то время, да, наверное, и в наше время, праведность всех, ну, никак она не могла превзойти праведности книжников и фарисеев, которые все же скрупулезно старались исполнять все по закону. И даже более там всяких там предписаний всяких, да, они еще увеличивали, даже расширяли вот этот спектр вот исполнения дел праведности, то Христос показывал, что вот хотя бы вот приближаясь к праведности книжников и фарисеев, хотя бы, он, Христос еще был на земле, был в плоти, но он обращал внимание на то, что праведность наша, не наша праведность, а праведность через веру в Иисуса Христа, которую Бог дает. Да, спасибо, братья. Я думаю, что мы можем следующий стишок, еще немножко время есть, не знаю, успеем ли мы, это тоже довольно такая глубокая тема, может быть, она у нас получится. Очень серьезная, да. 21-й, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Даже мы остановимся здесь, вот мы немножко коснулись брать для оружия, не брать, участвовать для военных действий или не участвовать. Здесь, в Америке, вообще разрешено покупать оружие и рассуждая с некоторыми, беседуя с молодыми братьями, верующими, возрожденными, христианами, членами церкви, они говорят, это нормально, что если у нас будет оружие, на случай самозащиты, это разрешено законом, вот, и, значит, с Библией в одной руке, с пистолетом в кармане или в другой руке, мы можем жить и существовать, то есть, это не противоречит одно другому. Но я высказал сомнения и сказал, что это не может быть, вот, потому что наша защита и наша охрана Христос, и если Господь не попустит, вот, или наоборот, если Он допустит, то, значит, это будет, если не допустит, то не будет этого. Это тоже очень сложно. Да, да, да. Но здесь, но здесь, смотрите, вот после вот этого стиха 20-го, который мы прочитали о праведности, дальше Христос как бы делает некоторую, так сказать, экскурсию в то, что вот сказано древним или древние сказали, а я говорю вам, вот этим самым Он как бы уже обозлял народ против себя. Кто есть ты, что ты так говоришь? Вот написано в законе вот так, а я вам говорю вот так. Он говорил им вещи правильные, которые на сегодняшний, на тот период времени и на сегодняшний день, они были актуальными, что если вот как здесь написано, что не убей, а я говорю вам всякий даже гневающийся напрасно, потому что гневом своим человек может вообще убить человека, и убить не то, что физически, а морально убить так, что он в депрессию такую пойдет, что потом и до погибели дойдет. Вот. Он предвидел немножко больше и видел этот аспект немножко шире, и он им давал такие разъяснения, но в их понятии не укладывалось то, что кто ты, что ты так говоришь. Закони мы читаем, и они как бы знаете, как у коней бывают такие на глаза ставят, чтобы он никуда не глядел, а просто бежал прямо. Так вот у них чтение закона как раз таки закрывало им глаза на аспект немножко пошире. Если так сказано не убей, то он и понимает, что взять дубину или чем или ножом или чем застрелить, убить. Другого они не понимали. А Христос им раскрывал немножко шире, что даже гневающийся на брата своего напрасно, то уже он как убийца. Человека убийца. понимаете, он им духовный смысл этого закона показывал, что не исполнители просто законно буквы написаны, а именно духа заложенного в этой букве. Да, спасибо, брат Михаил. Действительно, братья душевное понятие или понятие плацкое, умственное, оно естественно подсказывает нам, что в тяжелые ситуации неплохо было бы вооружиться нормально на случай осады, на случай нападения. И там мы можем привести ряд мест из кто не заботится, кто не стремится к безопасности. Мы можем оправдать. Но вот наше братство, как мы научены с детства понятие не убей, то есть мы не должны надеяться на какое-то вооружение на случай осады, но мы должны полностью уповать на Бога. Как вы смотрите, что вы можете сказать? Я думаю, что вот это понятие в нашем братстве трактуется и я так понимаю, что не убей из корыстных побуждений. Только. Ну, не только, а в основном-то. В основном. Братья, мы живем в защиту каких-то своих амбиций или в защиту даже своих неправильных каких-то действий. Свидетель, который видел это, я должен как бы его убить. А вот тут вот... Братья, мы когда переехали, живем на улице, в которой нет освещения ночью. Столбы, электрического освещения нет. И на одном доме зажигают иногда на ночь свет горит. Ну, я тоже иногда я зажигаю, а потом думаю, ну, как это... Почему не зажигать? Я бы так проходила мысль обойти соседей своих и сказали, слушайте, давайте все будем зажигать на ночь свет. Почему? Потому что я тоже, пожалуй, бы не решился, но в случае какой-то бандита нападать будет на мою жену, неужели я могу остаться или оставаться ну, безучастным? Да, ну да, да. Я должен защищать, а защищать своими руками разбойник, бандит, у него будет оружие. Трудный, страшно трудный вопрос, но все-таки слово Божие говорит, не убей. Александр Федорович, даже такие мысли... Микрофон. Даже такие мысли не должны посещать. Какие? Вот, что нападут на мою жену или что? Мы ложимся отдыхать, допустим, даже если меня дома нету, я где-то, допустим, нахожусь, я молюсь... Пчелы где-то повезут, куда-то пчелы повезут. Окей, да, пусть будет так. Я молюсь, и я полностью доверил свою семью, свою жену, своих детей в руки Господа. И я даже без сомнения, даже не сомневаюсь, что Бог сохранит. Если попустит, то Он знает, почему попустил. Братья, я хотел бы вернуться к этому стишку, у нас очень мало времени. почему Писание говорит, подлежит суду. Вот мы с вами прочитали, вот, вы слышали, что сказано, древним не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Почему подлежит суду? Ну, одно, одно же наказание, убил, значит, что? Что значит? Преступление сделал. Ну, что значит? Согрешил? Ну, что значит? Значит, его должно убить по закону. А, да, ветхого завета. да, всегда? Нет, он может убить. вот суд, так чему-то, а? Вот, почему подлежит суду? Тогда, а зачем судить? Тогда убей его сразу, и все. Нет, суд. По какой причине? Да. Вы знаете, разобрать причину. Вот, были, мы знаем, в Израиле, что были? Города убежища. Шесть, городов. Три по одну сторону Иордана, три по другую. И туда убийца убегал. Вот, допустим, убил. А как убил? Рубили вместе, махал топором, и топор отскочил, и рядом, без намерения, убил. По закону, подлежит суду. Братья, здесь, вот, Господь Христос говорит, а я говорю вам, он говорит о гневе, начало всегда, вот, допустим, мы читаем, вот, когда Навуфея, да, получилось, вы помните, да, Ахав, пришел и к Навуфею, говорит, отдай мне виноградник. Он говорит, как, ну, извини, как я могу отдать наследство своих отцов? И что сделал Ахав? Что сделал? Вы помните? огорчился. Одно слово, огорчился. Он огорчился. Ну, все, ну, что, что тут такого, огорчился? А вот огорчился, а в мыслях уже стало появляться, а как бы отомстить этому человеку? Может быть, не отомстить, но, по крайней мере, забрать виноградник. Приходит домой, жена говорит, хы, ты, да ты царь или не царь, Ну, ты что? На самом деле. Нашел над чем огорчаться. Ты что огорчился-то, а? Вот. И, буквально, буквально, вот, он берет, или она берет, подзывает там людей, и так далее, находят этих негодных людей, которые приходят, обвиняют, убивают, и так далее. Одно огорчился. Так вот, Христос говорит о корне, вот, о начале. И он здесь говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, правильно. А я говорю вам, что всякие гневающие. Вот, когда только начинается гнев, вот здесь гнев или огорчение. Вот здесь надо ставить стоп. Вот здесь надо ставить стоп. Вот это уже убийство. Да, братья, спасибо, две минутки. Я думаю, что в следующий раз мы продолжим или перейдем на другое место, как вы считаете? По вдохновению. По вдохновению. Ну, мы немножко об этом поговорим, что мы сегодня говорили. Вот, если что-то, у вас какие-то мысли. А так, я планировал седьмую главу начать. Тут тоже очень... Я думаю, я думаю, Лень, если будем живы-здоровы, здесь еще, я думаю, очень, допустим, если ты принесешь дар, какой дар мы можем принести? Почему мы должны идти мириться с соперниками? Для какой цели? Я думаю, что порассуждать... Хорошо, братья. Александр Федорович, пожалуйста, подведите черту, помолитесь, просим вас. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что мы могли получить при рассуждении на эту волнующую тему, чтобы Ты даровал нам праведность Твою, которая бы помогла нам не нарушать ни в чем той гармонии, которую Ты желал бы видеть в сердцах Твоих детей. Господи, помоги также уразуметь, как нам, каждому из нас и нашим слушателям, приобретать праведность по вере, чтобы, когда придет наше время и мое личное время, перейти, о чем я уже часто думаю, чтобы быть там с Тобой в вечности благодаря жертве Спасителя Господа Иисуса, который Своею жертвой уплатил также и мой долг. Слава Тебе, благодарна за Твою любовь, также благодарю, Господь, за участие братьев, оживленное такое, что мы могли рассуждать над Твоим Словом, которое для нас является водителем и светильником для ноги нашей. Слава Тебе, Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Субтитры создавал DimaTorzok